Русская православная церковь планирует более тесно взаимодействовать с писательским сообществом на Дальнем Востоке. Развитие книжной культуры с православным уклоном обсудили в Хабаровске. В разговоре приняли участие представители издательского совета РПЦ, епархии Дальнего Востока и писатели. Репортаж Анастасии Привецкой. Православная литература — это не только богослужебные книги. Сегодня издательства Русской православной церкви, а их около 15, выпускают детскую, духовно-просветительскую и художественную литературу, аудиокниги и другую мультимедийную продукцию. По мнению участников «Круглого стола», посвященного взаимодействию церкви и писателей, литература, особенно православная, должна активнее откликаться на запросы общества. Культура вместе с церковью в союзе, в связке, в крепкой, в сознательной, подчеркиваю это, в сознательной, она должна как-то вытаскивать наше общество из того положения, в котором оно сейчас находится. Художественное направление в православной литературе — одно из самых перспективных. Священнослужители говорят, что произведения о духовном становлении, о добром и вечном, написанной понятным языком светской литературы, особенно полезны тем, кто на пути к церкви. Литература — это, как мы понимаем, не товар, не услуга, которым можно поставить лайк и на сайте потом переместить, стереть через какое-то время литературу. Это в первую очередь уроки жизни. Дальневосточных писателей приглашают создавать произведения на самые разные темы, в том числе исторические. Чтобы развить книжную культуру на Дальнем Востоке, РПЦ готова поддерживать писателей. Они могут участвовать в Патриаршей литературной премии, книжных выставках, а также в проекте «Большая Малая Родина», посвященном роли православной церкви в освоении Дальнего Востока. Издательский совет реализует такой цикл изданий. Сейчас уже подготовлены тексты книг, посвященных Камчатке, Сахалину, Колыме, Магаданской епархии, Приморской епархии. Но в наших планах подготовка изданий для каждого региона Дальнего Востока. Писатели могут помочь и в развитии детско-юношеского литературного творчества. Например, в организации региональных этапов конкурсов. Это, считают, в издательском совете РПЦ объединит в работе писателей, священников и педагогов.